Здарова, мозгоеды! Рокслер со мной, с вами! Сегодня мы будем начинать играть в игру под названием 7 Days to Die. Это зомби-сурвайвл, в котором нам нужно будет, соответственно, появиться в мире после апокалипсиса, да, зомби-вируса, ну и попытаться, соответственно, выжить. У нас есть 7 дней для того, чтобы выжить, и на седьмой день тут в игре случается какой-то, не знаю, как правильно называется, типа, короче, атака зомби, когда, типа, очень много зомбогов пытаются нас сожрать, и вот нам нужно за недельку будет успеть подготовиться для того, чтобы пережить, и потом у нас будет еще 7 дней, и вот такими циклами в игре происходит, в общем, типа, интересность в геймплее. Игра до сих пор находится в альфа-версии, хотя ей уже, так что, больше 10 лет, что ли, короче, я про нее еще узнал очень-очень давно, и вот только недавно решил попробовать поиграть, ну и сегодня вот буду пробовать ее записывать. Давайте нажимаем «Новая игра», название игры у нас будет «Солубка», размер мира будет самый большой, 10 тысяч на 10 тысяч клеточек, наверное, игровых. Максимальное количество игроков я поставил один, в этой игре есть кооператив, то есть можно играть с друзьями по сети и так далее, можно играть на публичных серверах. Самые настройки, в принципе, я думаю, тут все стандартно, пусть все стоит как есть, ничего особо я, по-моему, не менял, поэтому давайте нажимаем «Играть» и посмотрим уже на сам геймплей. Единственное, что я знаю, что запуск мира здесь длится около 10-20 минут, поэтому я вот эту вот загрузку мира, я ее просто вырежу уже на монтаже, чтобы не сидеть молча и не смотреть на эту картинку, поэтому сейчас я щелкаю пальцами и встречаемся с вами уже в игровом мире. Итак, вот у нас произошла загрузка мира, на удивление она шла намного меньше, чем обычно, даже странно. Тут у нас какое-то сообщение. Основа выживания – это активное задание. Статус задания отображается на индикаторе цели в верхнем правом углу экрана. Это вот это, да, здесь у нас задание. Откройте инвентарь и перейдите в меню «Задание», чтобы узнать больше о заданиях. Хорошо. Так, о, тут уже, смотрите, я рядом с каким-то поселением уже появился. Нормально, нормально. Так, что-то какая-то резкость сильно большая. Я могу сделать резкость немного меньше. Так, повышение четкости мы… Это вот это может быть? Ну-ка, давайте 50% поставим. О, да, да, мне кажется, так намного лучше, не так резкость бьет в глаза. Так, давайте посмотрим, что у нас в инвентаре. У нас есть внизу водичка. Это у нас еда. У нас есть бинт. У нас есть факел, чтобы по ночам страшно ходить не было. Это у нас… Так, это что такое? Блок притязания на землю. А, я понял. Это, короче, типа, как в мультиплеерных крафтилках, ну, типа Майнкрафта. То есть, можно, в общем, какой-то участок земли под собой заприватизировать, да, зарезервировать, чтобы на нем никто не мог ничего делать, там, строить, ломать и так далее. То есть, это в основном на мультиплеерных серверах такое более применимо. Так, а это что за блокнот? Ничего не делает. Записка от Дюка. Просто дружеское напоминание, что нужно платить вовремя или будут проблемы. В следующий раз все будет по-серьезному. Спасибо за барахло, но за тобой по-прежнему должок. Скоро увидимся, Дюк. Какой-то странный чел нам тут угрожает в зомби-апокалипсисе. Слева у нас мы видим, это, получается, стамина. И внизу здоровье. Потом у нас какая-то иконка с одеждой, но я не понимаю, что она там, типа, дает. Вверху, получается, у нас есть компас. И показано текущее время дня и ночи и день. Соответственно, у нас первый день недели. Или первый день до атаки. Так, обыскать мусор. Зажимаем Е, обыскиваем мусор. Тут у нас кусок ткани, латунная, дверная ручка и клей. Так, как все брать? Так, на R, получается, мы все подбираем. Хорошо, давайте откроем таб и посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть, получается, некие заметки по выживанию. Я уже до этого еще играл, поэтому у меня какие-то бэмы, основы выживания в игре присутствуют. Поэтому я не буду на это тратить время, буду вам все просто показывать и рассказывать. Машина у нас почему-то левитирует. Кстати, ее надо обыскать. Сейчас мы все обыщем. Короче, здесь какой-то у нас флан всякий разный. Здесь это у нас, соответственно, меню игроков, то есть показывает на сервере, какие игроки присутствуют. Потом это у нас меню заданий. Здесь у нас показано текущее задание, которое нужно выполнять. Также здесь будут показываться квесты, которые мы можем брать у торговцев вот в таких поселениях. Кстати, удивительно, что поселение сразу вообще рядом со мной. Обычно тебя где-то в жопе мир выкидывает. Окей. Потом здесь у нас есть навыки. Тут очень много всяких различных интересных навыков. Есть карта. Вот мы показаны. Вот получается, это нам показано, что здесь мы можем поговорить с каким-то из персонажей, находящихся в поселении. Тут наша... Наш персонаж, вот такого дядя себе создал. Персонаж создается в меню, в настройках. Почему-то у него какие-то вообще... Ебанские лодыжки, просто жесть вообще. И текстуры плохие. У меня нету временной защиты от жары и холода при смерти. У меня штрафа на опыт. А, ну понятно. Короче, до шестого уровня у меня есть некая защита от стихии. Пока я себе не найду нормальное одеяние. И тут у нас меню крафта. Мне тут куча всяких разных рецептов, которые потом еще новенькие заново можно открывать. Сейчас мне надо создать спальник из травы. Для этого просто подбегаем к траве и начинаем колоть... Ой! Хуя, выедали? Я бью по трубе и звук такой. Нормально вообще. Нормально. Так. Права. Э, он типа все это воспринимает как траву? Ой, в смысле как трубу? Странно. А что такое? Я не понял. Видали? Почему-то он теперь на все звук такой делает. А, я понял. Это, короче, звук притязания на землю. То есть вот это, получается, поселение. У него есть радиус, где ничего нельзя ломать. Даже траву, получается, добывать нельзя. Понятно, понятно. Все, вот здесь вот так вот, видимо, идет территория. На которой ничего нельзя делать. Так, а мне... А мне вообще тогда надо или можно ли зайти сейчас? У меня же там все равно, наверное, нету ничего, чтобы я мог сделать. У меня ни денег нету, ни хрена. Ни ресурсов, с помощью которых я мог бы там поторговаться. Ну, давайте зайдем хотя бы просто побазарим. Тут у нас какое-то сразу поселение рядом. Это прикольно. Значит, будем лутаться. Будем лутаться. Хорошо. Так, поселение. Да, я же могу сюда зайти? О, я могу зайти в поселение. Тут у них рог такой еще прикольный сделан. То есть, они сразу подготовились нормально. Короче, здесь мир, он типа как бы... Типа как в Майнкрафте состоит из кубиков, но кубики такие. То есть, более... О, кабанчик тут. Более... Ну, то есть, более... Более детальные, что ли. Может здесь строить дома. Крафтить всякое разное. Копать землю. В общем, потом я вам все это буду уже показывать на примерах. White River. Вот, получается, флаг поселения. Где-то здесь должен быть этот. Не купить даже в их стрельбище. Вот, торговец. Давайте с ним побазарим. Поговори с торговцем Хью. Привет, приятель. Чем я могу помочь? Блин, здесь так темно, что я твою рожу не вижу, но я вижу, что она какая-то прокисшая. Есть какая-нибудь работа? Давайте возьмем... Какой-нибудь... Квестик. Принеси. Один из наших сотрудников должен был спрятать груз в House Old Bungalow 09. Найдите груз и верните его в ней. Ну, давай. Ну, нам теперь хоть будет некая цель, да, чем заняться сейчас. Уровень первый. Принести припасы. Так, а у меня же пока... А, ну вот, получается, маркер на компасе появился. В ту сторону надо бежать, чтобы собрать что-то там из какого-то дома. Но я пока туда не побегу, потому что у меня банально нету... Никакой ни одежды, ни оружия. Я сейчас сделаю спальник. И спальник, короче, это... Он делает точку респауна. Да, блядь. Положи его. Здесь... А, здесь нельзя ложить, да? Ну, давайте вот в этой канаве спальник положим. Я могу и в этой канаве положить спальник? Вот тут. О, всё. Теперь, короче, во время смерти я буду появляться здесь. Ну, потом я себе построю нормальное здание. А пока... Пока, короче, так. Так, нам нужно что сделать? Изготовить каменный топор. Для этого нам нужны деревяшки. И собрать немножко камней. Так, камни есть. Хлопок. Наверное, можно какие-то ткани, всякие одежды создавать. Так, каменный топор. Давайте делаем вот каменный топор. Создаём. Ставим его сюда на единичку. Поставьте её к уйму. Деревянная дубинка, каменная стрела. Блин, надо, кстати, лук реально сделать. Волокна травы давайте соберём ещё. Изготовить нам нужны штанишки и одежду. Так, создаём туника и создаём штанишки. Всё, теперь эту одежду мы надеваем на нашего человечка. Где? Как штаны? А, вот сразу. Сюда просто наводите и он. Сразу задевайте. Вот теперь у нас такие бомжатские из травы одежда, хотя бы бэмэ какая-то есть. Ну, если что, я смогу дать пизды какому-нибудь небольшому зомби. Окей, да. А чё хлопок, тут же можно наверх какую-то ткань создать? Вот есть одежда. О, я могу создать шляпу. Я хочу шляпу. Ещё башмаки. И чё-то ещё там травяное было. Давайте всё создадим, всё, что есть травяное. Просто у нас трава в таком мега супер большом количестве. Так, камешки по-любому нужны. Так, шляпу я создал, травяные башмаки я создал, травяные перчатки создаю. А бандана делается из куска ткани. А, а кусок ткани из чего делается? Ресурсы вот. О, вот, из хлопка делается кусок ткани. Давайте по максимуму сделаем. Здесь у нас таймер для крафта. Пока делается, мы сейчас ему... Еее... 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 Вообще кайф, видали? Я теперь не какой-то бомж. Я теперь на стиле. Я теперь как будто с модом показываю балансяги какую-то. Или какие-то бренды обычно всякую хуйню делают. Так, во, бандану сейчас сделаем. Вообще кайф. Так, ну капюшон не получится, потому что у меня уже есть шляпа. Ну, по крайней мере, бандана. Опа. Все, видали? У меня теперь вообще некие зумби не страшно. Изготовить деревянную дубинку. Ну, давайте изготовим деревянную дубинку. Отлично, отлично. Так, водичку сюда. Еще, кстати, у меня по... По всяким этим-то. Вот, вот здесь в этом окошке у нас статистика. Еда 91. Вода 89. По ощущениям, примерно градусов 20 сейчас температура. Нормально. Лук и стрелы нам еще теперь предлагают сделать. Давайте соберем. Из таких кустиков добывается дерево. Кстати, намного прикольнее, чем, допустим, рубить большое дерево. Ну, можем срубить и дерево тоже. Но оно, как видите, имеет большую полоску здоровья. Поэтому обычное дерево таким каменным топором рубить достаточно долго. Ну, мы сейчас просто его для приличия срубим, чтобы у нас было сразу в запасе дерева. Я, может, сразу какой-нибудь шалаш себе сооружу. По-быстрому. Тратится стамина, кстати, на рубку дерева. Поэтому нужно за этим следить. Потому что если вдруг откуда-то вылезет зомби, то надо быть готовым к побегу. Поэтому стамину до нуля на крафте лучше не тратить. Всё, дерево срубили. Бум, готово. Отлично. У меня теперь, да хрена, 127 дерева. Прикольно, что всё... Ну, я не знаю здесь, какое максимум количество стака, но 127 деревяшек в одной сложились. И это офигенно вообще. Так, у нас есть лук. Это, кстати, очень хорошо. Это очень хорошо. Теперь мне надо сделать каменный стрел. Сколько я могу сделать? Две. А, у меня просто камня, да, нету? Перо. Мне нужно перо и камень. Перо берётся из гнёзд. Перо берётся из гнёзд. Это что, это камень? Это камень. О, камешки как бы так валяются, а перо берётся из гнёзд. Поэтому мне нужно гнёзда искать. Стрел надо бы наделать, хотя бы штук 10, чтобы подступающих зомбаков пристреливать. И вот, кстати, можно охотиться на кроликов. Я его, наверное, не догоню. Я его, наверное, не смогу догнать. Давай, 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 кроля, кроля, стой. Я хочу кушать. Блядь, вот у меня кончилась стамина. Это у нас... Да, это у нас железо. Да, это же железо? Да, железо. Железо. Так, это у нас камень получается. Но надо, наверное, кирку лучше. О, о, видали? Смотрите, идёт, идёт уёбок. Да давай, 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 дядя. Сейчас мы попробуем замочить первого зомбака нашего. На, сука. На. Ну вот, всё. У меня кончились стрелы, я теперь... Блин, хорошо, они хоть как нормальные зомби, правильные ходят, а не это, они бегают. Хотя здесь вроде бы и бегающие тоже зомбаки есть. Такой урод жирный. Он, по-моему, блеётся, что ли? Я вот не помню, но, по-моему, он блеётся. Опа. На тебе по макушке. На, сука. На. О, он упал. Надо добивать, добивай, добивай, добивай. Добиваем, добиваем. На, тварь. Бургер жрал при жизни, теперь мучаешься, сука, приспать. На. На, тварь. О, он умер? О, да, вот таким образом можно проверять, умер или нет. Если у трупа кончается на хпшке, значит, всё, значит, он мёртвый. О, блин, слушайте, не так это, не так сложно оказалось. Нормально, нормально. Так, что мне надо сделать? Заложить фундамент, формы каркасов. А, это вот это, да? Ну, давайте сделаем... 20. Сделаем. Сюда положим. Так, это, короче, я могу соорудить шалаш свой первый. Давайте шалаш соорудим где-нибудь. Ну, в принципе, вот здесь. Здесь такое поле. Если что, тут рядом город, рядом лес. Тут должно быть рядом поселение. Короче, в принципе... Вон, ещё зомби ходят вон там. Вон он. Расположение БМЭ. Рядом с дорогой. Чё? Чё тебе не нравится? А, блин, забываешь, что на правую кнопку положить. И всё, что ли? Я же сделал больше. Так. Ага, сюда он не ставится, потому что здесь ему мешает. Окей. Так. Давайте, надо здесь, короче, чистить территорию. Я вижу, где-то здесь гнездо было. Вот гнездо. Отлично. Отлично. Так, ну только одно перо. Это что? Спортивная сумка. Ага. Так. Камешек. Всё, давайте дальше наш шалаш. Я небольшой сделаю пока для начала, чтобы чисто это... Короче, сюда переложу спальник. И тут уже, чтобы просто было место спавна, ну и можно было, грубо говоря, здесь начинать. Ну вот, по сути, видите, то есть, в принципе, как в Майнкрафте, всё из таких кубиков делается. Раз, раз, раз. Просто потом эти формы кубиков, их можно видоизменять во всякие, типа там, в тоненькие заборы, в окна. В какие-то там крыши пологие и так далее. То есть, здесь много всяких разных форм. Вот, по сути, каждое вот это, да, ну, предмет здания, оно состоит вот из таких вот кубиков, только, ну, разной формы. Вот эта вывеска, вот эта вот водонапорная, вот эта вышка. То есть, вот эти конусы, это тоже кубики, только они, как бы, внутри них форма такая скошенная. То есть, в этом прикольно, что здесь не такой кубический мир, как в Майнкрафте. Так, чё, я не могу сюда залезть. Давайте здесь кубик поставим, чтобы запрыгнуть. Раз, раз. Да, блять, запрыгивай, ёптую мать. Так, у меня пока будет без окошек дом. Для окон тут надо стекло, а где, брат, стекло, я вот, кстати, не знаю, я до стекла не доходил. Я не очень долго играл. В прошлый раз. Ну, я так чисто для теста запускал, чтобы посмотреть, чё игра себе вообще представляет. Где-то часик там покатал. Так, надо, наверное, вот тут вот так вот сделать. Вот так и вот так. А это тут собрать. Всё, готово. Теперь, короче, вот этот этаж мы делаем... И крышей, наверное, его закрываем. Так вот, раз. Ой, не-не-не-не-не, не-не-не-не-не. Давай, это вот так вот. О, он уже идёт, видали? Зомбак уже близко подобрался. Раз, раз, раз. Раз, раз. Серьёзно? Блять, я не знал, что так работает. Типа, короче, нужна обязательно... Блин, прикольно, конечно, вообще сделано. В том плане, что... Я чисто хотел вот так вот сделать, ну, как бы нависуйте штуки, да? То есть, чтобы у них по сторонам ничего не держалось. И они просто обвалились, блять. Съебись, чё я могу сказать. Теперь это просто тупо хлам. Ну, с них хотя бы можно добыть. Это, блин, деревяшки какие-то. Так, у меня тут зомби. Где он? Мне не нравится, что он так рядом. Я хочу его наказать. Где зомби? Кто он делся? Уже кто-то утопал. Ну, ладно, пофиг на него. Окей. Теперь тут форму... Ну-ка. Ну, теперь, по идее, должна держаться. Должна держаться. Уже не упадёт. Потому что она, как бы, типа, не на весу. А крепится вот к этим. Так, если я, короче, ещё вот так вот сделаю. Мне нужно, короче, ещё дерево. Давайте добудем ещё деревяшек. Так, если я с этого маленького деревца смогу добыть. Ну да, тут, кстати, поменьше этого. Поменьше хп у дерева. Раз, 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 раз. Ещё формы каркасов эти можно улучшать. Но мне надо сначала завершить стройку эту свою. Куда он делся, блин? Он же тут прям вообще рядом ходил. Вот он. Так, но стрел у меня нет. Давайте пробуем его дубиной замочить. Иди, иди сюда, мразь. На! Э, он меня пизданул! Как так-то, блин? На, сука. Валяйся! Сдохни! Сдохни! Всё? Слушайте, они какие-то слабенькие. Я вроде бы не настраивал. Получено достижение Генри Форд? Так, что значит? Я не понял. Причём Генри Форд и убийство зомби. Короче, я вроде ничего не настраивал. Но какие-то зомби, мне кажется, слабее, чем вот тогда, когда я играл в первый раз. Ну ладно, может просто дубина мощная такая начальная. Непонятно. Может быть, здесь просто есть зомбаки, а не как-то по градации, по мощности. Потому что вот этот дядька мы быстро убили, толстяка мы довольно долго долбили. Так, а я могу сделать дверь? Здание. О, прочная деревянная дверь. Да, шикарно. Давайте сделаем дверь. Вместо вот этой херни. Это мне не надо всё равно. О, кайф. Всё, я сделал дверь. А! Блядь! Нормально. Я, короче, сделал её не туда поставил. Она, получается, сейчас типа открытая. А вот так вот она закрытая. Блядь, прикол. Так, я могу же её разобрать? Ну, понятно, короче. Она просто сейчас поломается, да? Окей, ладно, сделаем ещё одну. Давайте уже теперь нормально поставим. А, ну понятно. Он, короче, снаружи, потому что не ставит. Он ставит типа как вовнутрь. Всё, вот теперь. Да, всё, теперь работает. Отлично. Форму каркасов нам надо улучшить. Для этого нам нужно... Отремонтировать. Ну всё, я понял. Да, ведь, короче, потратим наш молоток. А, он уже сломан, да? Ну, давайте его выкинем. Сделаем новый. Каменный топор делаем новый. Теперь нам нужно улучшить. Для этого мы... Блядь, дерево опять не хватает. Так, у меня же вот с этих кустиков, да, деревяшки? Раз, 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 раз. Раз. Раз, раз. Слушайте, прикольно. Вообще быстро уже 20 штук насобирал. Окей, окей. Так, это у нас трава. Всё, опять выносы скончили. Здесь ещё, как я понял, что зомбаки, их типа становится больше. И они становятся вроде бы как агрессивнее. Как раз типа к концу недели. То есть первый день у нас понятно, что идёт лайтовый. Нас как бы типа зомби не должны доебашить сильно. Вон там вдалеке ещё один ходит. А к концу недели, то есть когда уже вот это, как она... Она здесь красная луна, что ли называется-то? Получается, на небе загорается красная луна. И зомбаки становятся бешеные, агрессивные, сильные. Их много. И они типа приходят, ебашат базу. И по-моему, просто ходят за тобой и типа вообще убивают. Довольно неплохо. Всё, отлично. Надо усилить мою хату. Чтобы зомбаки её не сломали за секунду. Потому что вот из этой ДСПшки, блин, да, она ломается за 3 секунды вообще. От любого чиха. Поэтому так хотя бы какая-то обычная деревяшка, она меня в БМС защитит. Всё, нету. Блин, много дерева надо на эти все проблемы. Раз, раз. Окей, окей. Давайте дерево вот где-нибудь напротив срубим. Почти-ка они повсюду валяются. А это можно сломать? О, это можно сломать. Она что даёт? Мне дало синтетический мусор. Прикольно. Прикольно. Мне бы вот, короче, гнёзд. Вот ещё гнездо. О, 5 переб. Вообще кайф. Давайте сделаем стрелы. 5 штук у меня есть. Возможность сделать. Добываем дерево. Костёр надо разготовить и разместить. Сейчас всё нарубим. Топор, конечно, улетает вообще пипец очень быстро. Вообще опыт у меня, кстати, прибавляется. Опыт прибавляется. Надо посмотреть, что у меня по навыкам. Я что-нибудь вообще получил? Нет? Доступные очки 0. А где смотреть мой уровень? А, это, наверное, вот эта полоска. Подождите. Это фиолетовая полоска опыт? Где? Я не понимаю. Так, это что? Снижение здоровья, мобильность, здоровье. Опыт до следующего уровня 7863. А вот это тогда что за полоски? А, это еда и жажда, скорее всего. Да-да-да-да-да. Да-да-да, точно. Окей, окей. Я понял, хорошо. Давайте костёр поставим вот здесь у нас, возле нашей базы положим. Костёр. Мне нужен камень. Нужен камень. Давайте. О, зомбуха, смотрите. И далее. У, какая ты мразь. На, сука, тебе. На, тварь. Глаз потеряла. До свидания. Всё, получила пизда дырявая. Мне нужен камень. Где я возьму камень? А я могу вот просто из камня добыть камень вот так вот? О, да, могу. Прикольно. Прикольно, что здесь не нужна какая-то кирка мощная. Знаете, в некоторых играх есть. Потому что вам нужен инструмент посильнее для того, чтобы добывать там с какого-то камня. Ну-ка, а может здесь так он скажет? Нет, здесь тоже, видали? 500. Всё, то есть я просто спокойненько вот так вот калачу. Оно просто уменьшается. И он спокойно добывает. Вообще кайф. О, о, о. Так, у меня стамины мало. Сейчас надо восстановиться. Давайте присядем. Что-то скрытность есть. А чем больше, тем меня виднее получается. Идёт, идёт, идёт. На, сука. По башке тебе. На. Тварь. Ты только не умирай здесь, прям возле моей базы. А то будет этот труп валяться. Пиздела. Блядь. Ну ладно, придётся его либо уничтожить. Фу, какой у него здесь флюс был странный на шее. Мерзость. Окей. Чё нам там надо? Костёр, да? Давайте делаем костёр. Костёр мы сейчас разместим. На нём можно готовить еду. Е-е-е. Хорошая работа, вы же, что вы доказали свои способности. Мы отметили на вашей карте ближайшее поселение Уайт-Ривера. Там вы найдёте торговца, с которым можно вести дела, а также обмениваться историями с одним из наших дружелюбных граждан. Добро пожаловать на борт, Ной. Ну так, я его уже нашёл. Блядь, серьёзно? Мне типа сейчас надо туда идти, чтобы квест выполнить? Ну давайте сбегаем, чё бы нет. Чё бы нет. Так, это я проверял? Нет, не проверял. Прикольно, у меня ещё есть. Есть ещё стрелы. Это офигенно. Что-то там металлическое блестит. Кто? Блядь, ебать, я обосрался. Нихера ты орёшь? Так, рядом никого нет? На. Чё, а видали, он бодренький так-то. Ты чё, свеженький ещё? Ой, блядь, промазал. Да не ори, не ори, не ори. На, сучара. Всё? О, ну умер, кажись. Да. Стрелу отдай, пидрило. Всё, кайф. Замочили мы этого зомбака вонючего. Ну неплохо мы пока идём. Неплохо, мне кажется, вообще бодрячком. Начало такое, активно. Так, здесь я смотрел? Нет, не смотрел. Вообще кайф. У меня есть яйца. Мне единственное, не на чём готовить это всё. Потому что, насколько я знаю, тут нельзя готовить еду без... Ну, типа, без какого-то приспособления, иначе всё нахер просто подгорает. О, о. Ещё один. Какой-то бешенюга. Хватит, он мерзкий. Он так двигается неприятно вообще. О, щит. Ты умер? Серьёзно? С двух стрел? Ухренеть. Опа. Слышали выстрел? То здесь поселение балуется. Я так ворота оставил, а они здесь зомби-то не зайдут к ним случайно. Так, уже темнеет. Вечереет. Да я уже разговаривал с тобой. Я уже взял квест. Так, под вечер я думаю, что мне, наверное, куда-то соваться пока не очень-то хочется, знаете. Надо подобрать мой спальник и отнести его туда. На базу. Так сказать. На нашу импровизированную. Его там положим. В случае чего будем воскресать там. Вот, как раз видно. Камешек надо подобрать обязательно. Ночью, интересно. Я вот не помню, ночью становится зомби сильнее или нет. Но по идее должны. Звуки, блядь. Кто-то где-то что-то колотит или стреляет. Вот это, что за звук? Слышите, да? Или это музыка? А, это музыка, блядь. Кипать, я уже просто от любого звука бы им пугаюсь. Ну, конечно, когда в зомби-игре, блин, подночная начинает темнеть, как-то немного стремновато. Как бы то ни было. Несмотря на то, что они быстро помирают, все равно как-то, извините, не очень приятно. Так, немножко дерева положим, включим. Пусть хотя бы горит, мне освещает здесь пространство. Так, это мы ложим. Все, спальник положили. Дверку закрыли. Давайте немножко еще попробуем наши эти, по улучшать. Оп, оп, оп. Отлично, отлично. Дерево-то, надеюсь, хватит. У меня даже какой-то опыт прибавляется. Вообще, причем, много достаточно опыта прибавляется. Так, дерево рубим. Вот таких деревьев получается обычных по 900. Они тут, как я понимаю, зависят от размера, то есть, жизни у дерева. Вот это, допустим, вот это вот дерево больше, интересно, в нем больше здоровья? Надо бы сейчас сбегать, посмотреть. Так, предмет надо отремонтировать. Я могу реально отремонтировать просто вот на А? О, я его просто взял, отремонтировал. Мне не пришлось выкидывать и делать новый. Это хорошо, это хорошо. Отлично, отлично. Так, рубим, рубим, рубим. Сколько у меня получается с одного такого дерева? 116. Деревяшечек у нас выпало. Давайте проверим какое-то другое дерево. Сколько в нем жизни. Так, зомбики есть? Зомбаки не вижу. Вот это огромное дерево. 1200. Ну, не так уж, не сильно много, на 300 всего лишь очков. Давайте его срубим, посмотрим, сколько нам дадут за него. Не показалось? Опять музыка. Блин, музыка такая, как будто зомбак рычает. Недостаток выносливости. А я могу что-то есть, пить для выносливости. Что у меня, кстати, с потребностями? Еда, вода. Все, можно, в принципе, попробовать уже воду выпить и скушать. Так, использовать. Воду пьем. И еду едим. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот она как раз, да, внизу восстанавливается. Отлично. Вот в течение 6 секунд еще еда восстанавливается. В течение 2 секунд у нас восстанавливается здоровье от еды. Ну и жажда восстанавливается тоже в течение секунд 10. А где, кстати, брать воду? Я сейчас так подумал. Мне бы, типа, какую-то речку, наверное, или что-то типа того. У меня здесь на карте она у меня не открыта, да? О, это что такое синее? А, это крыша дома. Блин. Ну ладно. Так, у меня, короче, 266. Там было 116. Короче, 150 дерево выпадывает с... с большого дерева и 116 со среднего. Ладно, не проблема, не проблема, не проблема. Так, давайте улучшим улучшать, улучшать. Что ночью, если припрутся, черти, вы не сломали мою постройку икеевскую. Блин, уже потратил дохать. Сколько тратится? 8? Да, 8 деревяшек тратится на одно улучшение. Ну ладно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Прикольно, что, короче, и топор, он используется и для рубки, и для улучшения. Типа нету молота, знаете, как это обычно бывает, типа молот, допустим, какой-то для стройки, либо для... То есть какой-то отдельный инструмент для строительства и он же, типа, для улучшения здания. Здесь пофиг, просто топором вкерачишь и нормально вообще. Причем дубиной, блядь, вот дубиной причем ломается. А топор, вот он именно восстанавливает. Прикольно. Так, у меня сейчас уже кончится дерево, я вижу, минус 200, минус 200, ага, все. Надо срубить еще. А, что он мне тут сказал? Типа, что какой-то ресурс нужен, какой-то щебень или что это, для того, чтобы улучшить еще. Это, видимо, каменный потом уже у меня будет дом. Все, дерево кончилось. Давайте вот этот срубим. Вот этот, кстати, тоже 1200, хотя он не, не такого сильно большого размера, как вот, допустим, тот был дерево, которое я до этого рубил. Здесь достаточно спокойно. Может, здесь просто сам район такой спокойный, типа, как начальная локация, что, как бы, зомбаков не очень пока много и они не очень пока сильные, в принципе, умирают достаточно неплохо. Может быть, это количество игроков. Знаете, как в Diablo, например, чем больше игроков, допустим, на карте играет, то есть на одном серваке, тем, допустим, зомбаки сильнее, чтобы вы, типа, бандой просто их пиздили. Ну, чтобы вам было интересно с ними драться, именно потому, что они, когда вы там толпой нападаете, да, на одного зомбака, кажется, по удару ударил, он умер, чтобы он не так весело. Когда, допустим, они сильнее, вы такие, типа, пиздите, пиздите его, классно, веселье. Геймплей хороший, работает. Отлично, отлично. Мне осталось, в принципе, потолок, наверное, усилять не буду, потому, что вряд ли зомбаки до него, вообще, доберутся, до этого потолка. Вот, стены защитить. Блин, слушайте, у меня нормально так опыта уже прибавляется. Когда у меня там уровень-то будет? О, у меня уже 4 очка навыка, охренеть. Так, давайте смотреть. Сейчас я проверю сначала, нет ли рядом никого. Чтобы меня тут не захавали, пока я все проверяю. Вот под такой приятный звук костра будем смотреть. Атрибут восприятия. Восприятие это мера вашей осознанности. С повышением увеличивается бонус выстрелов в голову и вероятность расчленения копиями оружием взрывного типа, инструментами и выстрелами из винтовки. О, прикольно. Разиня. Вы довольно рассеянны в плане восприятия. Вы наносите 200% урона выстрелом в голову и можете расчленить врага взрывчаткой копиями инструментами, на которые влияет сбор трофеев и выстрелами из винтовки с вероятностью 5%. Винтовка? Здесь еще огнестрел есть? Охренеть. Так, это получается... Вы все еще не имеете понятия о большинстве окружающих вас вещей. Вы наносите 210% урона выстрелом в голову и можете расчленить врага взрывчаткой копиями инструментами, на которые влияет сбор трофеев и выстрелами из винтовки с вероятностью 10%. Так, боевые умения. Бежалось на снайпер. Научитесь меткоцелить из винтовок и поражать мишень мастерским выстрелом. Один выстрел, одно поражение. Но у меня еще нет никаких винтовок, у меня нет никакой взрывчатки и мастер метательного копья. Научитесь наносить больше урона, а также бросать копья на большее расстояние и подать точно в цель. А типа для луков не надо, да, никакие навыки, что ли? То есть лука нет, то есть метательное копье есть, лука нет, заебись, я не хочу лук метать. Взлом отмычка. Научитесь быстрее взломать замки и ломать меньше отмычек. Ну ладно, положитесь на свои улучшенные рефлексы и получайте меньше урона от ловушек. Научитесь находить и выслеживать животных в пределах 100 метров и вы никогда не станете склонны. О, вот это мне надо, вот это надо по-любому. Злоумышленник. Вы находите слабые места в броне противника и можете использовать бронебойный патрон, чтобы прострелить сразу несколько живых целей. Прикольно, но у меня пока опять же нечем. Везучий искатель. Научитесь искать спрятанное добро. Вам наверняка что-то перепадет за труды. С каждым новым уровнем умения вы будете находить все более хорошую добычу. О, такое надо, такое надо. Станьте одним из величайших охотников за сокровищами всех времен и научитесь хитростям, которые позавидуют даже черная борода. Не знаю, что это значит, но на будущее оставим. В хозяйстве пригодится и веревочка. Разбирайте предметы с помощью гаечного ключа, ключа, трещотки, гайковерки, чтобы получать ресурсы. Ладно, на будущее оставим. Здесь еще, потому что вот еще сколько разных есть. Сила. Это мера вашей мышечной мощи. С повышением силы увеличивается бонус выстрелов в голову, вероятность расширения дубинками, кувалдами, инструментами и выстрелами из дробовика. Бум-палка. Освободите дробовик, это у меня пока не надо. Выбивайте дух из недругов дубинами и битами. Дробитель черепов. Уничтожайте врагов из строения кувалды. О, нормально. Сексуальный тиранозавр? Дайте волю по беспощадному натиску, чтобы ваша жертва с раздвинутым дробтом наблюдала за непоколебимой выносливостью. Мне нравится слово сексуальный и нравится слово тиранозавр, поэтому я возьму. Защищайте себя железом и сталью, превращаясь неудержимого монстра на поле боя. Так, это получается бонус к броне. Тут единственное, не показывается вот эти вот... А, вот же, вот же. Да, получается. Вас повысили до запасного игрока, снижает расход выносливости в ближнем бою при использовании инструментов на 8 и при силах атаках на 15. Я забываю сюда наводить, чтобы смотреть, что дает. Может, вам и сложно двигаться в тяжелой броне, зато вы живы. У меня пока никакой брони нету. У нормальных людей нет времени складывать свои вещи аккуратно, вы можете нести еще три предмета без последствий. О, вот это мне очень надо. Люблю всяких лам с собой носить. Долбатель. Что значит? Выжимайте максимум из добычи, повышая урон инструмента, которым вы будете торбить камни и валить деревья. О, вот это мне очень важно. Я, короче, буду получать больше ресурсов, да? С раскапывания всяких этих камней вот этих и так далее. Собирайте больше ресурсов и потащите дровой драгоценной добычей. Вы нашли первую маленькую жилу и все новички вам завидуют. Добывайте на 20% больше ресурсов из руды, камней, блоков, поверхностей и так далее. Окей. Давайте мне вот нужно что-то типа со здоровьем, короче, чтобы было. Атрибут стойкость. Стойкость это мера вашей физической выносливости. Вы чувствуете себя чуть лучше, чем обычно. Вы наносите 210% урона выстрелом в голову и можете расселить врага кулаками и автоматами с вероятностью 10%. А вот, кстати, что-то с луками. Вы встали на путь охотника и на 20% повышен сбор ресурсов с животных с помощью инструментов или оружия с лезвиями. Эй, это не то. Вот, что мне надо, кстати. У вас, наверное, быстрый метаболизм. Каждые 90 секунд вы получаете по одному очку здоровья за счет естественного восстановления. О, вот это кайф. Вот это кайф. Нету? Блядь, у меня закончились очки. Но это я по-любому получаю следующим, чтобы у меня не от аптечек, да, здоровье как бы восстанавливалось, а само по себе могло восстанавливаться здоровье. Будем что-то подлагивать немного, кстати. Довольно странно. Ну, понятно, игра 10 лет в Альфе с оптимизацией здесь как бы, знаете, ну, так себе, скажем так. Поэтому иногда может подлагивать. Если что, не переживайте. Ой, как он быстро бегает. Кстати, реально к ночи видали, он стал как-то быстрее бегать. Это же хуй. Он, типа, не так быстро бежал, когда я там его убивал. Ну, не его, в смысле, такой тип этих зомбаков. Здесь, потому что по скинам различаются именно виды зомби. То есть, их характеристики, они по-разному от этого работают. короче, да, что-то вот какие-то есть моменты, когда, типа, немного подлагают. Видимо, где-то. В следующий раз придется немножко где-то что-то уменьшить. Какие-то настройки, чтобы так сильно не лагало. Хотя, казалось бы, да, графонии здесь, ну, извините меня. как раз от, как минимум десятилетней давности. Окей. Ну, вот именно вот туда смотрю на солнце, и вот эти вот эффекты солнечные, они как-то вот как будто и лагают. То есть, в целом, если отвернуться, то работает более-менее. Окей, окей, давай, 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 давай. Нам осталось совсем чуть-чуть, буквально пару ячеек там восстановить. и все будет зашибись. Это как раз себе территорию немного очистил. Так, все, здесь мы раз, здесь мы раз, и здесь мы раз. А тут у меня все есть? А, вот тут еще две. Отлично. Отлично. Все, мы всю нашу коробочку улучшили. Теперь зомбаки, по крайней мере, с одного удара сносить не будут. Надо починить мой топор. Так, топор починили, дубину тоже можно чинить. Ну и лук тоже на всякий случай починю. Что тут? Желуди есть, семя дуба. О! Кстати, вот сундук, надо бы сделать сундук. Как раз, чтобы разных ламп хранить. Так, а я могу что-то типа освещение замутить? Бинт, бинт надо на всякий случай, кстати, сделать бинты. факел, копьё. Что мне не хватает? Камня, да, не хватает. Окей, я понял. Так, здание, здесь у нас, вот я вижу какую-то свечу. Животный жир, это мне нужно кого-то убить сначала. боеприпасы, каменный болт для арбалета, автомат из трубы, короткая железная труба, клей и дерево, винтовка из трубы, дробовик из трубы. Блин, прикольно, слушайте, потом нас ждёт много всего интересного. Ловушка, вот, кстати, можно вокруг дома наставить ловушек, чтобы зомбаки на неё напарывались. Вот, можем всякое разное выращивать. На науке велосипед? Велосипед? Это кто топает? Блядь, я не вижу ни хрена. Давайте закроем. О, да, 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 зомбак, пришёл. Ой, это серьёзный дядя, у него много жизни должно быть. Видали, какой огромный. Хорошо, что факел. О, можно поджигать зомбаков. На, сука тебе. Гори, тварь. Гори, мразь. Подохни. На. Загибись, вообще кайф. Он так об траву споткнулся, вообще. Пипец, блин. Ну, странно, что факел, как в Майнкрафте, например, нельзя вот так вот раз просто сюда куда-нибудь присобачить, и всё, и он бы просто, ну, типа, горел, не знаю, пока не кончится хотя бы, например. Ну, давайте вот поставлю костёр, он мне будет освещать. Так, я, короче, вот так вот здесь запрусь, пакел возьму в руку. Я тут ещё не всё посмотрел. Можно велосипед, охренеть. Это, типа, что вы ездите здесь? Я даже знал о таком. Жесть, конечно. Так, сток сена, это, типа, всякие декорации, да? А что я хотел? Я хотел, типа, посмотреть освещение какое-то. Свеча, стол со свечой, просто свеча нужна. Ладно, верстак. Почему верстак закрыт? Продвинутое проектирование. А, мне нужно какой-то навык изучить. У меня там был уровень, вот у меня уровень. Давайте, знаете что, вот фактор исцеления. Вот что мне точно нужно. О, у меня теперь здоровье, плюс 102. Погиненно. Вот луна обычная. Вот сейчас нормально, да? То есть, видите, солнышко село, всё, и вообще ни лагов, ничего такого нет. Давайте куда-нибудь прогуляемся, что-нибудь соберём. Я не знаю, конечно, как тут по ночам в городах. Это что было за звук? Вот индейка такая. Что есть животное? Николу нет. Хлопок может, кстати, собрать. Да, ну, наверное, хлопка насобирать, чтобы бинтов наделать из ткани на всякий случай. Если меня будут бить зомби, то я, короче, буду в БМ подготовленный. А там что-то ещё камень был для чего-то нужен. Кстати, факел так много, а это стамины отнимает. По 10. Да, то есть, допустим, тот же топор отнимает. Ну, чуть-чуть, пятёрочку, что ли. Да, не очень много. Без факела я что-то не хочу. Я не очень далеко вижу. Сейчас ещё, тем более, не вечер. Мне, как обычно, солнце светит в монитор. Я не... О, о, где? Где? Один здесь, и вот толстяк я вижу. Я его не вижу. Фу, я понял, это ползун, мразь. Да? Вот, ползёт уёбок. Типа, мерзкий вот таких. Больше всего не люблю ползающих, уродов. Давайте его подожгём просто. Чего он, блядь, будет ползать? Фу, мерзкая мразь. Отвали нахер. О, я ему башку взорвал. А где толстяк? А, толстяк в другую сторону топает. Да? Давайте попробуем в него стрельнуть. На. тварь. На. Ты подохнешь, нет? На, сучка, всё. Кажется, я его завалил. Нет, не завалил? Ну, на тогда, гори. Гори! Блин, он не поджигается. Каменную стрелу только отдай. Ой, что у него с рукой? Что-то произошло с рукой, она у него как листочек закрутилась. О, смотрите, мне показан зайчик. Во, это же тот навык, который я взял. Да, 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 он мне теперь показывает животных. Давайте попробуем зайчика стрельнуть. О, попал. Попал. Чё, где зайца-то? А мне чё надо? А, во, вот так вот берёшь его, ломаешь. Типа не нужен, короче, ножик для свежевания. Всё, кайф вообще. Мне кажется, кто-то ходит у моего дома. Это какой-то волк, что ли, там ходит? Я не понимаю. Собака! Ой! Ой! Это волчара был. Мне показалось, что он подошёл, типа, как, ну, поздороваться со мной, а я случайно ему пизданул от страха. И он умер. И он начал меня атаковать. Блин. Прости, пёсик. Прости, пожалуйста. Если ты хотел дружить, я извиняюсь. Надеюсь, ты попал в собачий рай. Так, у меня теперь есть, кстати, жир. Я могу сделать свечку. Вот, свечка. Офига, она долго делается, охренеть. А я же хотел сундук, да? Да. Вот сундук. Давайте вот так, вот это я выложу, вот это, вот это выложу. Генератор какой-то, шишки. Как страшно музыка. Так, семя дуба, вот это, вот это я выложу, пустые банки, пока мне не надо. Вот это мне тоже точно не надо. Мясо, кстати, вот мясо можно пожарить на костре, потому что у меня сейчас проблема. Так, чё, подождите. Вот, подгоревшее мясо. Ну, короче, без вот котелка, решётки и какой-то мензурки я не могу сделать нормально жареное мясо. Поэтому, и оно ещё сколько? По пять штук за одну? Ебануться. Короче, очень дорогой рецепт без вот этих всяких приспособлений для готовки. У меня ещё еда кончается. Да, сырой я есть не буду, мало ли, здесь эффекты болезни мне там применятся. Так, свечка у меня сделалась, да, давайте свечку поставим. О, ну, конечно, БМ, но, типа, ещё, ещё, ещё одну сделаю. Вот сюда поставлю, пусть, короче, тут тоже освещает немножечко. Всё. Чё с мясом? Придётся жрать мясо, походит. Чё делать? Вы испытываете жажду. Блядь, да, перегоревшее мясо очень много отнимает жажды. Бля, ночью суки такие стрёмные, знаете, как они могут быть. много пугающе всё это выглядит. Ну, чё, ставься. О. Ну, короче, БМ и какое-то освещение тут есть. Ладно, ребятки, у нас прошёл первый день, время видео у нас подошло к концу. Большое спасибо, что посмотрели видео до самого конца. Не забывайте поставить лайк под видео, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также не забудьте подписаться на группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Все ссылочки будут в закреплённом комментарии. Также, если вы хотите поддержать мой канал, также там есть ссылочки для всего для этого. Я желаю вам всего самого замечательного. С вами был Раксер. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok